Добрый вечер, в прямом эфире новости на телеканале Енисей, в студии Александр Дьеков и в начале выпуска коротко о главных событиях этого дня. 10 лет Сибирскому федеральному университету. Как он изменился, что разрабатывают в его лабораториях и как поздравили преподавателей и студентов. Это уровень, который обеспечивает университету и в целом Красноярскому краю известность в самых передовых научных исследовательских кругах. На предстоящих выходных синоптики обещают похолодание. До какой отметки опустятся столбики термометров и когда потеплеет. В дальнейшем осадки будут прекращаться. Температура воздуха ночью составит минус 5-10 пониженных до 15-18 градусов. Дневные по иглу в ближайшие сутки 0-5, центральных минус 2-7. Второй день Красноярской ярмарки книжной культуры. Что из новинок покупатели буквально сметают с полок и какие мастер-классы можно посетить. Самое важное, что я вижу, что надо показать всегда именно тексты, которые очень интересные и всегда спрашивать у школьников, почему именно что-то в тексте заявляет. Программа телеканала «Енисей» о зарубежных гастролях Красноярского симфонического оркестра вышла в финал конкурса «Тэфи-регион», когда эту программу можно убедить снова. Ты в финале «Тэфи», а «Тэфи» это же главный праздник для любого телевизионщика. И мне очень приятно, что наш проект попал туда. Сибирский федеральный университет празднует свой юбилей. Вузу исполнилось 10 лет. Во многих его корпусах прошли выставки в честь этой даты, а главное торжество состоялось в Конгресс-холле. Там прошел концерт солистов Московского Большого театра и Красноярского симфонического оркестра. Артисты исполнили музыку из известных арий, а в промежутках между выступлениями руководители СФУ подвели итоги работы университета за десятилетия и рассказали о достижениях. Кампус у нас самый лучший уже, вы знаете об этом, да? В России. И многие наши зарубежные коллеги, которые приезжают, тоже говорят, нам бы такие условия для работы и проживания. Для работы именно лаборатории тоже смотрят не просто так. Сейчас Сибирский федеральный университет объединяет 20 различных институтов и 3 филиала. В них учатся более 30 тысяч студентов, около 400 из них иностранцы. Работает около 8 тысяч сотрудников. Поздравить их приехали общественники, депутаты и руководители края во главе с председателем Закособрания Александром Усом и губернатором Виктором Толоконским. Глава региона вручил благодарственные письма на знаки почетных сотрудников, а также рассказал о значении университета для нашего края. Это не только мощнейшая исследовательская лаборатория, исследовательский центр, это и опытные производства, это и новые открытия, новые патенты. Это мировой уровень, это уровень, который обеспечивает университету и в целом Красноярскому краю известность в самых передовых научных исследовательских кругах. За 10 лет в Сибирском федеральном университете создали серьезную научную базу. В частности, в его лабораториях изготавливают современные биоматериалы, не имеющие аналогов в стране и способные конкурировать с продукцией ведущих зарубежных медицинских центров. Сегодня губернатору Виктору Толоконскому продемонстрировали некоторые разработки СФУ. Подробности у Сергея Сиславина. Органический полимер – ведущая разработка биолабораторий Сибирского федерального университета. Спектр его применения широк. Можно изготовить как перевязочный материал, так и создать базу для выращивания. Синтезируют полимеры с почвенных бактерий, создавая для простейших особые условия. Ученые заставляют их расти. Потом проводят целый ряд процедур на выходе, придавая им нужный вид и свойства. Производственная линия, если ее запустить на полную мощность, может выдавать до полутонны сырого материала в год. Для России такие объемы явление уникальное. Такой лаборатории нет. И даже не в плане экипировки. А в плане того, что у нас все своя полная технологическая цепочка. От коллекции авторских штаммов до технологии синтеза ни в пробирочке, ни в колбочке, как это пытаются сделать в Москве или в Пущино. Вот в таких условиях. Это уже следующий этап. Это уже может быть промышленное производство. У нас полный цикл испытания полимеров. Да, я еще не сказала. Мы научились дрессировать клетки и синтезировать полимеры различного химического строения. Сегодня лабораторию посетил Виктор Толоконский. Губернатору рассказали о технологии, показали образцы шовного материала, а также распечатанные на 3D-принтере кости, созданные из того же полимера. Работу ученых поддерживает Краевой фонд науки. За последние 6 лет на исследование было выделено более 12 миллионов рублей. В этом году проект был признан лучшим экспертами Российского фонда фундаментальных исследований. Глава региона подчеркнул, что достижения такого уровня не должны остаться без практического применения. Впервые в Постоярске вижу масштабное, фундаментальное, внедренное в опытные образцы, в технологии. И надо максимально сейчас это поддержать и развить. Давайте посмотрим, какие нужны вложения в сам центр. Будем искать ресурсы. Какие нужны кооперационные связи. Будем договариваться искать. Сейчас красноярским ученым необходимо провести клинические исследования своей разработки, чтобы потом выйти на широкий рынок. Это процесс долгий и затратный. Зато когда эта процедура завершится, удастся значительно удешевить и облегчить медицинские операции. Сергей Сеславин, Павел Пателицын. Новости. Синоптики обещают похолодание. Какой именно будет погода на праздничных выходных, расскажем далее. Продолжаем выпуск. На праздничных выходных в Красноярске похолодает. Уже завтра ночью столбик термометров опустится до отметки минус 10. Днем будет теплее, около 5 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье минус 10 днем, а по ночам до минус 17. Также синоптики обещают небольшой снег и ветер. Но такая погода продержится недолго. В начале следующей недели тепло вернется. В понедельник ожидается минус 3, во вторник и вовсе около нуля. По территории центральных и южных районов в начале периода местами небольшой умеренный снег. По югу еще у нас мокрый снег. В ближайшие сутки у нас в горах юга еще местами сильные осадки. В дальнейшем осадки будут прекращаться. Температура воздуха ночью составит минус 5-10 пониженных до 15-18 градусов. В дневные по югу ближайшие сутки 0,5, центральных минус 2,7. Сегодня в Красноярске перекрываются некоторые улицы в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства. С 19 часов до 6 вечера завтрашнего дня движение ограничено по проезду от улицы Перенсона до гостиницы Красноярск. С 2 часов ночи и до 6 вечера 4 ноября перекроют улицу Баграда на участке от Перенсона до Винбаума. Там также будет запрещено парковаться. В мэрии напомнили, что в центре города есть бесплатная парковка на набережной Енисея, а также платные парковки с правой стороны коммунального моста и в гостиничном комплексе рядом с Театральной площадью. Следить за порядком на всех праздничных площадках в крае будут полицейские. Они просят горожан с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. Перед проведением всех мероприятий будет проведено обследование мест, где эти мероприятия будут проведены на предмет антитеррористической безопасности. В случае какого-то подозрения, возможно, либо еще чего-то, будут подходить, обращаться к гражданам, попросить показать свою ручную кладь, либо те предметы, которые у них находятся. Здесь нет ничего противозаконного. Я граждан, жителей города Красноярска прошу правильно к этому относиться и правильно это воспринимать. Напомним, что основные мероприятия 4 ноября начнутся в 11 утра на Театральной площади. Там воссоздадут историю России 17-20 веков. Красноярцы смогут посмотреть выступления клубов исторической реконструкции и поучаствовать в мастер-классах отремесленников. А представители разных национальностей угостят горожан блюдами своей традиционной кухни. На площади будут также работать полевая кухня и сельскохозяйственная ярмарка с продукцией местных производителей. Ну а самой зрелищной частью праздника станут реконструкция Московской битвы 1612 года и концерт с участием лучших творческих коллективов края. Также по традиции красноярцы будут водить большой хоровод. Сегодня второй день красноярской ярмарки книжной культуры. На площадках в выставочном центре Сибирь, как и вчера, было множество посетителей. Книжные новинки покупатели буквально сметают с полок. Также большим спросом пользуется детская литература и подарочные издания. Однако кряк – это не только ярмарка книг. Чем еще это событие привлекает тысячи людей, расскажет Анна Московских. Программа красноярской ярмарки книжной культуры такова, что интересно здесь будет каждому. И совсем малышу, и профессионалу в области литературы. К слову, именно детский блок в этом году занимает примерно половину от всех мероприятий. Например, на одной из площадок занимательная физика. О свойствах материалов можно узнать в доступной и интересной форме. Чуть поодаль – мастер-класс от Красноярского хореографического колледжа. Юные танцовщицы учат всех желающих правильно делать плие и другие элементы. А это открытый урок по созданию книжных персонажей. За основу взяли детскую книжку «Бига и Касса». И ее героев ребята при помощи родителей лепят из пластилина. Сложно и весело. Тебе нравится? Да. Ты дома будешь еще такое делать? Я такое дома еще не делала. А будешь? В основной программе Кряка множество лекций и мастер-классов для тех, кто каждый день работает со словом. Вот, например, площадка, где обсуждают трудности перевода. А здесь семинар для преподавателей литературы под названием «Текст и контекст». Приглашенный эксперт по-новому раскрывает участникам давно известные тексты, находя в них отсылки к совершенно другим произведениям. Слушатели признаются, теперь им нужно пересмотреть методику преподавания. Я теперь уже действительно по-другому буду смотреть на произведения. Особенно в современной литературе возможно, да, хотя не все у нас так нас радует. Но, тем не менее, классическая литература, она действительно открывается с другой стороны. Самое важное, что я вижу, что надо показать всегда именно тексты, которые очень насыщенные, интересные. И всегда спрашивать у школьников, почему именно что-то в тексте заявляется. Значит, там всегда у нас спрашивают, почему именно вот это слово, почему именно. Я думаю, вопрос, почему, это останется у меня в голове. Здесь немало площадок, которые будут интересны и тем, кто просто любит читать и интересуется историей произведений. На одной из них презентуют новый учебник по поэзии. Его авторы очень рассчитывают на отклик и отмечают. Книгу можно читать как хрестоматию. Там много стихотворений авторов нынешнего, прошлого и позапрошлого веков. Есть подробные разборы и много интересных фактов. У нас несколько задач в этой презентации в следующем мастер-классе. Одна из них в том, чтобы показать, что русская поэзия едина на протяжении всех этих трех столетий. О том, что не надо бояться современной поэзии. И что современная поэзия может быть использована в школьном и университетском образовании как очень мощный источник знаний. Все эти площадки и, конечно, множество разнообразных изданий составляют Красноярскую ярмарку книжной культуры. В прошлом году ее посетили около 60 тысяч человек. Организаторы рассчитывают, что и в этот раз будет не меньше. Анна Московских, Павел Пателицын, Новости. Возвращаемся к новостям. В Красноярск приехали юные журналисты из Иландского, чтобы пройти стажировку на телеканале Енисей. В родном городе четыре корреспондента и их команда делают новостные и развлекательные программы, которые выходят в эфир по субботам. Сегодня же с начинающими репортерами встретился губернатор Виктор Толоконский. Екатерина Погорелова с подробностями. Четыре юных корреспондента сегодня целый день провели на телеканале Енисей. Они полностью включились в работу редакции, а именно снимали сюжеты, общались с гостями эфира и даже попробовали себя в роли ведущих. Утро на Енисеи, спецпроекты и отдел новостей. Девушки познакомились с работой каждой редакции и сами выбрали, где остаться на весь день. Например, Катя очень любознательная и целеустремленная. Ей понравилась работа в информационной службе. Она получила несколько наставлений и первое задание – на камеру рассказать о своих впечатлениях о стажировке. Здравствуйте! Мы находимся в городе Красноярске. Прямо слева от меня находится первый краевой телеканал Енисей. Именно в этом здании проходит процесс создания новостей. Работа начинается с 6 утра и вплоть до поздней ночи. Я работала в отделе новостей. Хочется отметить, что эта работа безумно интересная. Многие из девушек уже привыкли работать в кадре. В Иландском даже ведут свои программы. Екатерина Старикова камера не боится и за столом ведущий новостей чувствовал себя уверенно. Говорит, что всегда мечтала попробовать себя в этой роли на краевом канале. На телевидении я уже примерно с 5 класса пришла попробоваться в детскую студию телевидения. Начиналось все так сумбурненько. Пошла, решила себя попробовать. Получилось, осталось. И на протяжении всей своей школьной жизни я этим и занимаюсь. Мне нравится то, что ты узнаешь очень много нового и развиваешь себя. А вот Светлана и Анастасия решили попробовать себя в редакции утренней программы. Здесь работа корреспондента очень разнообразна. Пока одни ищут темы и снимают сюжеты, другие созваниваются с гостями для эфира. Чтобы все получилось, нужно как можно больше общаться с окружающими людьми. И как оказалось, это и нравится девушкам. У меня жилье, что я приехала, посмотрела, как это все происходит за кадром. Это оказывается очень сложно, это все безумно интересно. Мне это все очень понравилось. Спасибо большое за поездку. И эта экскурсия меня вдохновила на то, что надо работать над собой, надо прийти на телевидение. И я планирую поступать на шарфак. Попасть на телеканал и увидеть работу изнутри каждая из них хотела давно. В родном городе они занимаются в телевизионной школе, поэтому уже знают технологию создания сюжетов. Навсегда нужно расти. Ребята мне часто просили съездить, чтобы я свозила на экскурсию на телеканал «Энисея», чтобы показать, как работают профессионалы, какое у них оборудование. Я пришла к губернатору, чтобы попросить о том, чтобы он организовал нам экскурсию или такую, как небольшую стажировку. Сегодня же молодые журналисты встретились с губернатором Виктором Таваконским. Они поделились впечатлениями и задали много вопросов, которые касаются работы главы региона. Виктор Александрович, в свою очередь, отметил, что тем для репортажа и телепрограмм в крае много, поэтому им есть куда стремиться. Я хочу, чтобы вот это знакомство с телеканалом и со мной не прерывалось, поэтому, знаете, там, возьмите на себе шефство такое. И так действительно сопроводить, чтобы, если девочки действительно болеют журналистикой, то пусть учатся. И, в принципе, журналистика сегодня достаточно массовая профессия, много еще. Сегодня средств массовой информации очень много. Еще очень много всяких специальных изданий, журналов, клианца много очень. Есть сегодня в любой организации более-менее солидные. Пиар-служба, специалисты по взаимодействию со средствами массовой информации, пресс-службы. Много работы. Подобные экскурсии на телеканале Енисей проходят постоянно. Стажерам удается пообщаться с ведущими и редакторами, которые работают несколько десятков лет в этой сфере. И, возможно, некоторые из них станут нашими коллегами. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости. Между тем, наш телеканал оказался в числе финалистов престижного всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион». Номинанты стали известны накануне поздно вечером. Бороться за бронзовую статуэтку «Орфея» будет программа «Латинские гастроли» Андрея Дунаева. Этой весной он и оператор Денис Елисеев сопровождали Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде в гастрольном туре по городам Латинской Америки. Съемочная группа побывала на концертах музыкантов в Чили, Уругвайе, Аргентине и Перу и показала нашим телезрителям, как встречали наш оркестр за рубежом. Отметим, в этом году на юбилейный 15-й конкурс «Тэфи-регион» прислали рекордное количество работ из 83-х городов. В финале также оказались наши коллеги из красноярских телекомпаний ТВК и «Седьмой канал», с чем мы их и поздравляем. Ну а имена победителей назовутся на церемонии награждения, которая пройдет в конце ноября в Уфе. Это было удивительно, это было неожиданно, это было очень-очень приятно, потому что, когда ты делаешь проект, ты живешь в нем, когда он выходит в эфир, ты уже понимаешь, что все, работа сделана, работа прошла, и здесь остается только думать о том, что это было когда-то. И спустя некоторое время тебе вдруг напоминают, причем говорят, что ты в финале «Тэфи», а «Тэфи» это же главный праздник для любого телевизионщика, и мне очень приятно, что наш проект попал туда. Это были очень напряженные съемки, потому что за две недели съемок мы совершили 9 авиаперелетов, мы проехали несколько часов 20 на автомобиле, на машине, то есть это был очень плотный график и очень много концертов. Но я был приятно удивлен тем, как встречали и наш оркестр, и нашу съемочную на другом конце света. Русских любят. Любят в Аргентине, любят в Уругвай, любят в Чили. Кстати, наши телезрители смогут посмотреть серию латинских гастролей, которая вышла в финал конкурса сразу после этого выпуска новостей. Начиная с завтрашнего дня мы повторим весь проект. Он будет выходить ежедневно в 20.55. Не пропустите. Сообщите свои новости по телефонной редакции 236-0136. Оставляйте отклики и комментарии к нашим материалам на сайте nc.tv.